Наш модуль подходит к концу, и самое время сказать, что это лишь начало пути. Современная разработка веб-приложений итеративная. Это обусловлено тем, что абсолютно точно что-то пойдет не так, как вы представляли и планировали. И не стоит расстраиваться из-за этого. Обдумайте этот опыт, сделайте вторую, а затем третью, и столько, сколько еще понадобится попыток. Учиться и не сдаваться – это и есть путь к успеху. Добившись успеха, не останавливайтесь, продолжайте развивать ваше приложение, воплощать свои идеи и экспериментировать. Но что это значит с точки зрения вашего приложения? Это значит, что вслед за версией 1.0 вскоре появится 1.1, и не успеете оглянуться, когда идете до 1.101. И каждую из этих версий тоже придется тестировать. Это будет проще, если вы будете соблюдать простые правила. Раз от раза улучшайте не только продукт, но и процессы. Оставьте время на то, чтобы проанализировать причины проблем, а не только устранить их. Чем чаще релизы, тем меньше изменения в продукте. А чем меньше изменения, тем проще их протестировать. Кажется очевидным, что переписав полностью приложение, вам придется потратить столько же времени, сколько потратили на первом релизе. Но добавив, например, новую кнопку – фичу, вам не надо будет проверять все заново. Вникайте в то, что менялось в продукте. Только зная это, вы сможете определить, что именно и в каком объеме тестировать. Чтобы углубиться в эту тему, ищите по словам «impact analysis» или «analyze воздействия». Актуализируйте тесты и чек-листы. Временные изменения незаметно станут постоянными, а тесты – чаще всего более достоверный источник информации о том, как реально работает ваш продукт. Общайтесь с пользователями и мониторьте работоспособность вашего приложения. Пользователи очень мотивируют, когда их проблемы слышат и решают. А разработчиков очень мотивирует положительная обратная связь. Не упустите эту возможность сделать хорошо всем. Спасибо, что посмотрели модуль тестирования мини-приложений. Применяйте на практике полученные навыки. Создавайте приложения, радуйте себя и ваших пользователей. Ну и, конечно, включайте следующее видео.